Уважаемые коллеги, я хочу поднять еще одну очень важную проблему. Такой фундаментальный доклад Девенера Ильбовича Насонова сделал. В общем-то, такое хорошее вступление и обосновал актуальность этого важнейшего направления. Поэтому сегодня стандартизованные подходы к лечению ремотоидного артрита как одно из наиболее распространенных заболеваний, тяжелых заболеваний организма человека, имея чрезвычайно важное значение, тем более, что все время продолжают вноситься в наши знания новые данные о патогенезе развития этого заболевания, предлагаются новые методы лечения. Предложен целый ряд препаратов биологической терапии. Разные подходы существуют в разных странах, как к ведению регистров, тактики ведения таких больных. Поэтому чрезвычайно важны стандартизованные подходы к лечению ремотоидного артрита, что было и сделано Европейской антиреуматической лигой. Основная цель в лечении ремотоидного артрита, обратите внимание, которая поставлена перед ремотологией, в конечном итоге добиться этого, вот такой континуум, если хотите, стратегическое в лечении ремотоидного артрита, добиться в конечном итоге в каком-то 2000 году, пока непонятно, чтобы мы обеспечили только профилактику этого заболевания и не занимались лечением. Но пока основная цель – это добиться ремиссии, эффективной длительной ремиссии. Вот как раз в этом направлении, что же такое ремиссия при ремотоидной артрите, и существует консенсус Европейской антиреуматической лиги. Основные задачи, как вы видите, здесь и цели, и положение, они, в общем-то, достаточно просты. Это количество болезненных суставов, припухлости, циррактивный белок, оценка общего самочувствия. И все. На что можно пока первично сориентироваться в оценке ремиссии? Конечно, это как скрининговый такой показатель. В конечном итоге при квалифицированном подходе задача намного сложнее. Значит, то, что касается основных подходов к лечению ремотоидного артрита, тоже я очень коротко хочу обратить внимание на эти основные положения, которые, как вы видите, касаются времени начала применения биологических препаратов, использования метатрексата как основного препарата, который сочетается с биологическими препаратами. Еще раз хочу подчеркнуть, что это один из основных сегодня препаратов. Он в большинстве случаев, как показывает реальная практика, используется в комбинации с биологическими препаратами. Еще на что мне хотелось обратить внимание, это то, что должна определяться тактика, такая стратегическое применение этих препаратов, которая касается длительности применения, интенсивности применения этих препаратов и комбинации с метатрексатом или другими препаратами, в том числе и кортикостероидами. Исходя из этого консенсуса и вообще европейских рекомендаций, которые касаются лечения ревматоидного артрита, основная цель – это достичь полной или частичной ремиссии. Вот мы должны пользоваться теми препаратами, которые могут отвечать этой поставленной цели. Еще одно очень важное обстоятельство, которое касается стандартизации, это использование индекса ДАС-28. Мы неоднократно об этом говорили, многие практически ревматологи пугаются этого, им кажется, что вот это сложная, кропотливая такая работа, и пока с внедрением этого критерия, за исключением научных исследований или проведения международных исследований по доказательной медицине, вопрос сдвинулся недостаточно. Сам по себе индекс, да, я не буду о нем говорить, хочу только вот проиллюстрировать его, это достаточно простая процедура, которая может, в общем-то, выполнена любым врачом при наличии знания и представления об этом индексе. Значит, еще что одно, очень важно, почему этот индекс должен использоваться, здесь определены четкие критерии ремиссии, низкой, умеренной, высокой активности, что очень важно в последующем, при правильном и обоснованном применении целого ряда биологических препаратов. Поэтому сегодня, если говорить о применении биологических препаратов и мониторинга за этими пациентами, без этого индекса объективно обойтись нельзя, потому что мы войдем в различные толкования этой ситуации с международными рекомендациями. Значит, из общих положений, пациенты, которые будут подвержены биологической терапии, они, в общем-то, должны быть оценены прогноз относительно активности и агрессивности течения ревматоидного артрита. Должна быть оценена количество пораженных суставов и основные критерии, которые характеризуют течение этого заболевания. Очень важным является мониторинг, рентгенологический мониторинг на основании рентгена, МРТ, глубины поражения суставов, для того, чтобы можно все-таки оценить, в конечном итоге разрушается сустав или не разрушается, действует биологический препарат на сустав или не действует. Сегодня это основное, на что хотелось обратить внимание. И теперь еще одно, начало лечения ревматоидного артрита, это тоже такой вот общепринятый стандарт, который сегодня рекомендуется, должно, в общем-то, лечение начинаться сразу. Хотя в разных странах по-разному. Я вам потом покажу, вот, проводится назначение этих препаратов. Опять же, среди общих положений препаратам первого ряда есть при отсутствии противопоказаний метатрексат. Могут, безусловно, использоваться и другие биологические препараты. Посмотрим, как будет ситуация развораться в будущем. Это не значит, что сегодня идет такая акцентуация только на метатрексат. Нет места другим синтетическим биологическим препаратам. Нет. Но, на что хотелось обратить внимание, что все-таки метатрексат сегодня является наиболее значимым препаратом в соответствии с данными доказательной медицины. И дозы должны быть пересмотрены. По сравнению с теми, которые мы использовали ранее. Обратите внимание, 10-15 мг, доза потом в конечном итоге достигается 20-30 мг, а на те 7,5 или 5 мг, о которых я уже говорил. Только при таких больших дозах можно рассчитывать на какой-то эффект. Значит, очень важно, и тоже, казалось бы, такое банальное правило, пользоваться теми требованиями, которые изложены в инструкциях к применению этих препаратов. Отступления не должно быть, потому что препараты имеют целый ряд побочных, в том числе очень серьезных побочных действий. И в случае нарушения протокола и стандарта применения этих препаратов, можно, конечно, иметь и юридические последствия. Значит, то, что касается стандартов и протоколов применения этих препаратов, тут представлены целый ряд стран Европы, которые были проанализированы. И, в общем-то, приходится констатировать, что подходы очень различные пока. Они касаются длительности первичного назначения как базисных препаратов, так и биологических препаратов, используя метатрексата, использование, вот, например, биологических агентов во Франции больше 40%, в Ирландии меньше 10%, ну, здесь приведено небольшое пока процент и в Польше. Вот использование этих препаратов, но, я думаю, более точно скажут наши коллеги, они лучше знают, чем те ссылки на литературу, которые мы приводим. И очень низкий процент в нашем государстве. В общем-то, смотря, как это рассчитывать, вот, можно по-разному рассчитывать, но так, как мы прикидывали, это меньше 1%, вот, смотря, какую брать категорию больных. Значит, вот те европейские регистры, которые существуют. Такой регистр мы с вами тоже вот создали, но пока никак его не запустим в дело производства, потому что большая инертность, боязнь участия в этих регистрах и нежелание, и вообще отсутствие национальных традиций участия в каких-либо регистрах. Это не только касается ревматолога, аналогичная ситуация и в других отраслях медицины, когда с большим трудом идут регистры, даже когда речь идет о небольших контингентах пациентов. Вот те основные разделы, которые вводятся в регистры, как вы видите, очень большой разброс идет по тем основным разделам регистра, которые вот приведены к вашему вниманию. Видите, есть 3 недели, 4 недели, 2-3 месяца и так дальше. То есть разброс может составлять в несколько порядков раз. Значит, то, что касается отдельных групп препаратов, значит, блокадры некроза опухоли, вот в тех случаях применяется, когда активность ревматоидного артрита по шкале даст больше 5,1. Вот обратите внимание, уже есть конкретный показатель, есть конкретные показания к назначению этой группы препаратов. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть важность расчета этого показателя, когда вы пользуетесь биологической терапией. Не всегда это осуществляется, к большому сожалению. Значит, опять же, очень важный момент. Если препарат оказывается неэффективным в течение 6 месяцев, значит, нужно переходить на другой препарат. Не стоит надеяться на эффект, что он окажется через 8, 10 месяцев или в течение года. Ну, опять же, одним из основных показаний применения блокаторов фактора некроза опухоли является неэффективность предшествующих стандартных препаратов, базисных я имею в виду. Очень важный момент – индивидуализация болезни. Это о чем говорил Евгений Львович уже. Нельзя стандартно подходить, вот даже если мы стандартизируем таким показателем, там, ДАС-28 и так дальше, все-таки нужно учитывать индивидуальные особенности течения заболевания у пациентов. Значит, тоже обратите внимание, какие варианты вот здесь могут быть относительно суммарного индекса шарпа в стабильном течении болезни при прогрессировании. Затем может быть прогрессирование и обратное спонтанное уменьшение и так дальше. Могут быть, как видите, разные варианты, учитывая не только клинические, но и рентгенологические изменения, где может быть расхождение между клиническим течением и рентгенологическими изменениями. Вот тоже иллюстрация неоднородного прогрессирования ревматоидного артрита, скорости прогрессирования, быстротерик прогрессирования в зависимости от времени у разных категорий пациентов. Значит, как все-таки ориентироваться на течение заболевания, вести его мониторинг? Значит, нужно учитывать целый ряд факторов, которые достаточно просты и представлены вашему вниманию. Это возраст, отсутствие ответа на несколько базисных препаратов, количество припущенных суставов, опять же, шкалу даза, эрозии на рентгенограммах или МРТ. На что мне хотелось обратить, тоже такое практическое внимание. Очень большие расхождения идут по нашим рентгенограммам, много некачественных и устаревших пока рентгенопаратов существует. Поэтому, если есть возможность, конечно, нужно делать МРТ. Если нет возможности, то все-таки так критически ставится к качеству рентгенологического обследования на не очень качественных аппаратах. Значит, опять же, тот же тезис повторяется, это комбинированное использование этой группы препаратов с метатрексатом. Значит, если пациент не переносит метатрексатом или терапия метатрексатом является нецелесообразной в силу различных причин, то адалимумаб, как представитель этой группы препаратов, может использоваться в виде монотерапии. Здесь нужно внимательно мониторировать больного и смотреть эффективность такой монотерапии. Это, так сказать, отдельный, очень важный с клинической точки зрения вопрос. Это я уже говорил о том, что монетарирование должно вестись по ДАС-28. Это касается не только блокаторов факторов некроза опухоли, но и других препаратов. Возможно, замена одного препарата на другой. Это допускается европейскими рекомендациями. И в тех случаях, если нет достаточно эффективности или возникают побочные действия, один препарат может заменяться другим из тех перечисленных препаратов, которые уже вам представлялись вашему вниманию. И таким образом продолжена терапия биологическими препаратами. Вот один интересный такой регистр, нидерландский регистр, на основании которого проводилась оценка применения биологических препаратов. Какие результаты были получены. Применялись блокаторы туморно-кратического фактора альфа и базисная терапия стандартными препаратами. И метатрексат в оптимальной дозе, по данным этого регистра, 25 мг в неделю. Большая доза по нашим представлениям. Обратите внимание, процент замены препаратов достаточно высокий. Как видите, около 40%. Изменение дозы разных препаратов от 7 до 30%. Почти все пациенты, большой процент, почти до 90% получали метатрексат в комбинированной терапии. Использовались кортикостероиды оральные. Тоже такой важный момент хотелось подчеркнуть, потому что он не всегда освещается в печати, а как быть с кортикостероидами. Вот, пожалуйста, кортикостероиды применялись. Ну и каковы результаты? Большой процент все-таки побочных действий. Разных побочных действий, в силу которых могли быть и прекращено лечение, но около 48%. Недостаточная эффективность, или первичная, или вторичная, около 33%. И другие причины.